что хотите с родственниками связаться с мамой потому что я не знаю что и могли сообщить где я что куришь да но я уже не курил два дня поэтому я здесь сказали не курить поэтому нет дорогой организм спасибо нет а вы будете разговаривать а я сам лично я просто не понимаю немножко извините я сейчас стукну туда ватсап пока будет отвечать и покурю потом мы сядем здесь будем говорить туда а это мама сужены нету а разводишь больше 15 лет зачем так получилось долго вспоминать давно это было разные причины да мама это моя в театре каком-то право голосовое сообщение а у меня сейчас можно кодовое слово там будет сказать ну чтобы она знала я правда я скажу просто мне голос немножко изменился я боюсь пароль есть кодовое слово просто никто сказал что мошенники звонят все остальное злого кодового ксюша ну самый простой что придумалось на тот момент отправил голосовое сообщение скажи что ты это ты ты не говоришь где мы находимся потом к заходим и звонить на хорошо ты не увидишь где мы находимся и ты не говоришь с кем ты находишься я и говорю сейчас просто и говоришь о том что наберем и в течение часа она была готова на интернете мама мама привет этой помощь про кодовое слово говорили ксюша смотри набираем тебя в течение часа будь пожалуйста на готове обязательно возьми трубочку с этого номера будет отвечать все как есть говори вот все тебе потом объяснил в течение часа как будет время так наберем пожалуйста будь готова прошу тебя давай я люблю целую прошу мы будем говорить а все понял я ну мало там какие вопросов она там нет без это без лжи я не все давно нет не искали лучше не говори правду все право как меня ночью сбуде буду говорить то же самое потому что отложишь можно запутаться показаниях а когда правда это все например что можно стоять не так но не знаю не чисто интересно вот ну да нет я в общем говорю про себя конкретно а вообще про ситуацию когда человек начинает врать забираться он рано или поздно начинает рассказывать по-другому вот он не помню допустим если на одного человека рассказал одно втором еще то же самое одно а потом третье вот когда много рассказов идет он начинает врать там же где-то если он когда врет он где-то что-то не так скажется она на выскочить придвините сюда передали не знаю но поинтереснее слева но она просто цветная из-за этого скорее всего правое что такое видел сегодня по freedom сначала эту картинку показывали на фоне дома на фоне на доме как сделал а потом зелезки поздравлялся с праздником но вот это было в торце дома типа граффити называется не знаю а граффити граффити такие картины граффити слово такое знаешь муром где-то слышал наверное раз вы не курите на лучше не будет лучше не надо ну да потом опять страдать на тукать начинаешь страдали нет ну когда бросаешь курить обычно ну как начать кинучка вот это вот надо сказали не будет нет нет не страдал вообще но сейчас зачем смысл здесь не на сутки не курю зачем не буду добрый день добрый день как дела нормально все хорошо смотри туда в разбитый самсунг там камера разбита у нас будет видно хорошо зачем телефон разбил вся не знаю правильно никто не знает и самсунг не знает представьтесь пожалуйста на где вы родились что такое селение это меньше поселка деревне постанов деревне потом поселок есть село и селение села селение еще меньше но небольшой какой-то было ну там мать отцом работали там сколько там человек не знаю мы оттуда сразу уехали в колонну потому что они уже должны были переезжать но не успели понятно вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы да абсолютно да и вы осознаете и понимаете что вы будете в интернетах этих американских да понимаю вы переживете это да вам все равно я согласен на это почему знаете я как вот министерство оборвало со мной поступил полностью обманув по всем статьям пальцем только можно почему я должен что-то не рассказать не показать я вот так не люблю когда делают вот так поэтому я в своем праве они сделали для меня вот я говорю только правду вы типа по конституции нет нет я не я готов говорить но я буду говорить только правду ничего не придумывать только правда у вас конституции написано свободу слова это можно есть она была бы по факту в плену ее больше да на самом деле потому что там нельзя допустим война я слышал за слово она хватали сажали на сутки там на сколько-то кого на 3 к ну как ведется кого на 5 штраф выписывали но не как за это а как за допустим 1 5 алкоголь максимальный сколько там можно или там сигареты можно два два сутки нельзя выписал алкоголь и сигареты на разно но по максимуму сколько-то можно и сажали еще на сутки понял наш фонд работает дальше мы вознаграждение нашим защитникам выплачиваем отправляем навеки кому нужно за пополнение обменного фонда за пополнение вот такими вот солдатами вы сказали давайте чуть-чуть истории ваши сколько вам полных лет 39 39 семья дети на 15 лет в разводе но сыну 18 лет исполнилось в июне сын остался он учится но он с вами живет нет он остался с супругой одну от брака первое время общались потом просто все прекратилось 15 лет назад что случилось но мы развелись хотя потом продолжали общаться я забирал ему и на выходные из садика даже вот так в будни также отводил пошла как всегда какая-то кутюрьма шел из садика с ним вдоль парка мира у нас такой в городе есть а он уже в свои три года знал многие машины очень нравится ему допустим кашкань nissan как сейчас помню вот мы шли столкнулся бмв 4 80 в б четвертом кузове там металл и пятнашки серебристые пятнашка в хлам а бахи аудио 80 хоть бы кто что он в аварии лада помойки я сказал подтвердил лада помойки потом в итоге оказалось что у этого нового и молодого человека такая серебристые пятнашка но это первый случай где-то через месяц полтора наверно случилось как он тарелку борща ему нагло выдел опять был я виноват но когда он ходил в садик такой кто вылил тарелку сын ну никита этому сашу зовут алёшу зовут этот новый муж ее она до сих пор с ним а дело в том что когда еще в два года он ходил в садик мы его с утра водили он завтракал дома а его там заставляли юля бывшая жена она научила тарелку вот так вот раз и все я не ем они попривыкли больше с утра его не заставляли а у него видать от отложил что надо что-то с ней сделать но так получилось что он на голову под началось что это я виноват хотя такого я не делал бытовые вот эти все причем когда мы ходили конспектором они говорят вас история но вы рассказываете одинаково только но с небольшими неточностями вере неточностями вы больше в эту сторону на больше в этом в принципе все одинаково пирас такой не обычно начинают наговаривать там что-то придумывать а вас вроде все то же самое с небольшим уклоном инспектором каким а ну то что мне не давали общаться я конспектом ходил по как он правильно называется в общем соцзащиты сами защит детей несовершеннолетних вот этот я понял будет интересно кем вы работали я после там как с ручки пришел я устроил сначала лазуре топчиком цех мороженого проработал там всего ничего вместе 4 потом устроился довольно-таки длительный срок в коломенке тепловоз строительный завод машина сборочный цех учеником испытателей двигателей понимать двигатель это не вот от машина это в тепловозе который стоит который гоняет поезда на дальнике где нет и электричество вот такие 30 тонны вот занимался испытанием то бишь на и все пора лошадиных сил в таком ой не вспомню это было я работал до расскажу до 9 года а потом просто их ремонтирована сколько лошадок сейчас не скажу объем масло масло в картере было значит порядка 350 400 литров все зависит от одну того какой двигатель потому что есть цилиндров количество и сколько расход расход по по разуму все зависит от среднего расход на 100 километров мы по расходу не смотри нас обкатывался у нас не она вообще вы должны знать вот этого даже никогда не смотрели то не интересно было высчитывали эти как их называется вот и к но отдел техническую контрольные мы смотрели за параметры температуру воды давления масла топлива что поступало я типа спрашиваю на таком умнике типа я знаю я просто говорю как не я говорю какие я смотрю что вы разбираетесь нет в этом да причем на кем потом работали а потом получилось что он отслужил контракт в армии ничего серьезного не было вот по возвращению с армии в тринадцатом году закончилась но еще целый год платили зарплату то есть я думаю не мог официально устроиться получал зарплату вы до этого служили срочку срочку потом контракт был срочку потом поработали потом пошли на контракт чё пошли на контракт мне вот не давала жена как раз сыном общаться и мне мама посоветовал сходи у тебя не будет связь где то есть вот я в какой-то запуск пришел в соцзащиту не сказали на тебя хотят прав лишить родительских я почему в этом такси к ребенку не приходишь а я принес справку о контракте они сразу все несут отменили не получился не такие отношения где связь мама посоветовала ты сейчас уйдешь тебя не будет какое-то время она успокоится ты не будешь можно было просто не звонить не да нет и ребенку чтобы не было на его папа служит да можно было так сколько контракт был три года но в итоге получилось 4 4 год получал зарплату потому что комбриг а он народ не увольнял народ бежал из бригада сплотя деньги потому что он пришел в общении ну плохой командир был скажем так а ему надо было то ли до генерал то ли еще что-то обязательно просидеть вот и я получал в течение больше чем год еще зарплату на гражданке после этого в четырнадцатом году я опять устроился на завод но только не в цех в отдел гарантии отдел который после выпуска под любой продукции идет гарантии два года на вышли вот мы есть секунду будет обрезка наверное хорошо посмотрел включил ее за а вот у срос также два года гарантии и получалось я ездил в краснодар тынга столица бама вот ремонтировал наши дизеля ершов самый сложный на выезд был это поселок мыс каменный он вообще за обской губой там северное сияние видно там очень холодно сильный ветер и там стояли наши дизеля коломенский но они работали там 8 гдгн как сейчас модель помню они работали на нефти но не на чистая там какую-то примесь они добавляют местные газпромщики и он там на нефти работа не на соляре а он выдавал им электричество занимала теле там круглосу да да там было девять штук какие-то работали какие-то отдыхались ну все потихонечку запускать вот как-то так мать работает на том же коломенском заводе и машинистка рано на то бишь на груза я даже не знаю а тогда она была медсестрой в 15 больнице в кмд по суткам работа вы мобилизованы нет я контракт получил заключил получается получается зачем ситуация такая из-за вечных ну споров с бывшей женой у меня будет это 15 лет не могли успокоиться все время я нет я зачем я выплачивал алименты все было хорошо вот поставка когда из секрет вышла на второго ребенка от алексея родила это был 15 год я работал все хорошо ей надо было алексей александр алексей все-таки алексей алёша ну да вот она просила денег сумму я ей дал надо мной скажешь потом все посмеялись и без расписки без всего сколько она просила 112 тысяч именно 112 зачем какую-то медкомиссию против по обратно работать раньше она была бесплатная в какого-то с какого-то периода стала платной разум с ее слов с ее слов но это раз все я к тебе больше не пристаю и действительно почти 3 до 3 года и она ко мне не вообще не приставал точно не проблем не был ни от судебных приставов ни от кого я уже честно говоря забыть про нее забывать начать а тут получается она отдела 3 до 3 год вот и сразу подала и там задолжить с учетом того как пересчитали я работал пока по командировкам ездил там зарплата был очень хороший то бишь у него читали бы и когда из зарплаты я очень не напрягался вы че слава богу а тут я никуда не отправлял потому что у нас договор есть я ну вот копилась учусь большая задолженность вот у меня было два условных сроков один должен был закончиться 16 августа на вот мы получать полгода условно полгода под надзором там так дает был 2 до февраля за неуплату алимент до 157 статья и где-то в конце июня мне позвонил александр кого года этого года александр колесников он является дознавателем у приставов собирать бумажки передает суд и сказал что она прибежала до 16 точно успеешь тебя закроют там у тебя год там еще год здесь по совокупности не знаю здесь тоже выплачивал насколько мог здесь уже по колыма больше ездил но я пошел отмечаться ходил отмечаться два раза в месяц поэтому не мог на какую вахту даже нормально поехать чтобы заработать два раза в месяц каждый 2 4 вторник в инспекцию по условно-досрочным освобождением в тюрьме не были нет небо только вот условно условно на все на свободе хочешь отвечаешься надлежащие поведение ну то лишь нельзя попадаться по алкогольным опьянение стирас попался поехал там наркотически еще какие-то ну там до трех раз но бывает это самый один раз не успел приехать вовремя не приехал на 5 минут опоздал женщинам но может не настроение было пошла на принципе на месяц продлили только из-за этого опоздал именно в день в день он окончен скорее всего не на может что-то не было но у меня оставался там вы опоздали на пять минут да и все то есть такие люди и может месячными здесь может еще чуть-чуть женщина не штаке это все женщины там все два мужика на какие-то делки не у него не многие же у многих женщин есть когда ну я понимаю такие из таких хорошо вот и вот и пришел какой-то отмечаться по моему начало июля как раз так или к конец июня начало не сейчас уже вот из главы все вылетело но нервы эмоции вот и там был военком и он начал рассказывать сказки рассказать что если ты подключишь здесь помилование раз если будет суд автоматически помилование 2 идет но деньги воплачивают что не снимает только вот условку ты не выезд и все остальное но деньги должен ну ребенку соответственно будет так отдал потом говорит три месяца будет обучать в каком-то городе московск но когда было это было вот в июле двадцать третьего года в этом году я понимаю станок в июле какого числа плюс-минус сейчас скажу наверно так второе четвертая неделя вам календарь можно посмотреть схожу сходу ну начало месяца себя начал месяц июля начало июля по моему не отмечаться ходил как раз 11 числа вы приходят там сидит военком говорит пошли служить да да вот это все вот но так все это раскидал хорошем смысле уж сладко налил но да вот сидишь и думаешь какой дурак больше послушаем лучше даже и отсидел попадать так ну и вот в итоге чем на мне я пришел но мама повестила то что она говорит выбор твой решать сам твоя жизнь то мама мама не надо могла бы сказать да могла бы сказать мама всегда говорит ты должен сам принимать свои решения ты уже взрослый мы давно еще было поэтому мама говорит пожалуйста ну все нормально я последние дела доделал почему ну собаку на прививку еще сводил потому что она с ней не особо справлять хотя лаборадор вот 17 июля я пришел в военкомат узнать ну что да как он говорит написал за меня заявление сам я подписал может зав приходить тебя отправит и 18 июля мне отправили в балашку это где московская область балашка там какой-то как правильно сформулировать типа сборного пункта для пункт комплектации вот вечером в районе 67 часов нас по фамилии там назвали кто был потом много народу было отправили ну все подписали контракты ну там все ну как всегда все данные там позывные личные номера и все остальное и потом сидели мы ждали пол второго только выехали а тут по и повезли нас кадамовский полигон от подростом под новочеркасском где-то там кадамовский приехали как нам сказали три месяца обучается мы выходим там палашный городок но это нормально деревянные нары вот ну ладно говорит здесь вы будете заниматься 10 дней мы еще пока ну зачем ехал вообще привезли а 30 человек нас приехали вот получается нам через только два дня выдали форму вот вам пони штамп проблемы с водой там питьевой воды абсолютно нет койка с кухни приносили 20 литров она сжила в палатке два взвода получается бухали там нет то попадались лукаши который синячий их военной полиции там было ну хватало прилетал им а с утра не какой-то из туалет вообще ковских мыли вот так было но когда вы оттуда уехали и чему вас там научных вот хорошо хотела сказать больше всего удивило был взвод гадали они были во втором батальоне какой батальон не помню через два дня уехал там два взвода было один взвод практически 60 плюс по возрасту одни пенсионеры 2 55 плюс у тех на подполку 50 человек 50 55 что тех также стариков да именно так а многие вот мешок старики там делали такие они через вами мы только приехали через два дня уехали они также ходили в броне ходили на полигон в каске как это выглядело ужасно это просто ну на мясо а в нашем не в нашем нашего то линии жила наши палатки два взвода жила мы были 4 этот пацан с 5 у него была эпилепсия он дошел до полигона у него приступ его обратно говорить давай пиши бумаги езжай домой нет я поеду нет я поеду и вот он как этот нет я поеду я нет я поеду его оставляет постоянно в палатке на как он с эпилепсией нафига ему это потом ну вот я не успел договорить раз подождите зиму здесь где-то появится ссылка на интервью с 63-летним подсказка будет у нас был на интервью 63-летний звезд назовется но и вот он получается с кем-то по телефону разговаривал из дома вот еще ростовской области ну как говорить дачу мне какая-то еще одна болячка есть я не знаю как его пропустили болячка была его пропустили он едет именно чтобы его убили чтобы его семья получила деньги сейчас секунду будет обрезка она до звуки разделывания трупов короче ну больше так сказали больше а то будет нормально нет нет больше все удивило то что спустя четыре дня после приезда на полигон мы в балашихе еще видели как пацана он была большая борода и волосы длинные волосы ему сбрили бордо он не дал его забраковали как гепатит какой-то там бэш или лице не знаю не помню воюли гепатит ну короче так его отправили домой вот через четыре дня он приехал туда ну кто увидел вот из наших 33 он просто ты как здесь в инкомате на лапу дал меня и отправили и все вот такой случай он дал военкомате на лапу чтобы мы писали здоров и отправили зачем ему вот этого не знаю я с ним не общался а этот эпилепсика эпилепсика уговорил нет не разговаривал но он еще такой он эпилепсик и этот как немножко чуть полнотик он не помните на раз куда шел ну так мало ли что это вот эпилепсия можно брать разве нельзя в любой момент это случается ну так я же про это я говорю плюс рядом со мной спал дедок 60 лет 63 год просто сейчас почему запомнил он был астматик его на полигон не пускали там уколом прокололи нет хилл его все звали как дед хер он маленького росточка выпухненький немножко как казах или векут такой глаза узкие где все его все звали вот и как у него вроде прокапали несколько дней он сходил на полигону правда без брони дошел ну чтобы там эти три с половиной километра на 4 он пострелял из автомата вернулись потом вечером ему а батальон командир батальона говорит пойдем на ночные он его на ночные отвел с утра встал я смотрю бодрячком кофейку попил пошел в туалет прямо в туалет упал и умер все вот он сосну был тоже я домой не поеду мне надо я не знаю но так такие вот цветы это правда вот это проверяет зачем мы больные хромые идут может они идут специально умереть вот этот который из эпилепсика он так сказал и у меня какая-то боляшка еще но пацаны подслушали это не я был конкретно здесь и поэтому дословно не могу сказать вроде он из-за денег чтобы умереть чтобы выплата была в семье но так вот такого еще никто не рассказывал но вот то что он именно с цепи лепсии падает падал это я все на это сказали пацаны которые доверяют смысла мне врать они сказали что он специально телефону с кем-то разговаривать ничего страшно убьют получите деньги за выплаты за за труб но за не погибли человек 15 миллионов но по-моему в том случае если тело и не винди идентифицировали вот понятно вот заканчиваем с полигоном что было дальше а второй полигон а что на втором полигон второй был полигон под луганском когда вы туда приехали 27 28 июля мы туда выехали доехали вы выехали в обед к вечеру уже были на месте вот это есть своей бандой 33 человека нет на тот момент нас уже было 27 немножко составы поменялись остальные люди по погнали нет приехали с 85 бригады народ отбирали вот взяли степу то ли он стекнул везде по чуть-чуть вот под ново луганском полигон находится если из луганска выезжать в сторону лисичанска деревня или я не знаю как правильно знать может село живое желтые вот на него поворачиваешь этапом полигон недалеко там жили в типа в таком в ракетном бункере вот у нас был дырчик но для электричества вечером лампочка загоралась но включали какая соответственно телефоны подзаряжали там powerbank и там у нас тоже проходил был полигон полигон был там слишком много народу вот мы с утра ходили то 6 утра уже были на нем мы стреляли ну по два-три рожка вот снайперы занимались отдельно стреляли снайперы в отдельные гранатометчики по раз метали гранату аргенку вот по пути от полигона до места дислокации где проживали порядка четырех километров было нас растягивали ну к смотря кто из инструкторов было растягивали чтобы близко другу не шли если кричит тут команда птичка в кусты ну прятались вот потом была медицина что было интересного на этом полигоне на полигоне кто-то за двухсотился полигон как полигон не одну конечно один это сам умник у меня за клины начал вот так крутится страшно стало но это все самый наверное интересно так полигон как полигон сколько вы на нем пробыли вот мы когда приехали 27 28 14 августа в ночь мы поехали уже в ново-луганская дислокация где бригада 85 приехали в ночь вот тут ночь только приехали да честно говоря у нас раскидали нас отправили в первую роту пацанов половину остались больше половину во вторую мы нас завезли в домик обживаетесь нас такой ощущение что целый день вообще никто не приходил ради куни дали нету ну чтоб на связь выходить мало ли что в обед поем поесть привезли то вы но пока порядок наводили в доме там туда-сюда до магазина успели сходить хорошо номер записали взводную который был ротный сразу сказал что ему на нас пофигу и угла в дешево выполнялись приказы если не мы не выполняем и здесь он может валить а там может завалить вот все но другими словами не хочу материться можете материться нет ничего не будет будет интереснее то может не но так как на вот овалил кого-то завалил он я всего четыре дня был я вот приехал 15 а 19 на 1 куда нас отправил попал в плен потому что это сам связали глаза замотали все как положено чтобы демаскировки боец 4 в невках да повезло что живой наверное хочу повезло что жив почему это хорошо если обменяется хорошо проект попаду домой у нас маму и не попадете домой почему второй раз попадете воевать контракта подписал на сколько так не на сейчас обещаешь обменяйте все раньше вместе через четыре этого никто не знает она понятно вот потом у тебя после реабилитации две недели ты опять не знаю потом отпуск идет не вот сюда нет это точно нет ну дай бог чтобы я оперирую теми данными которые я тоже не вроде дают отпуск сначала потом и хорошо надо что-то будет давайте складывать давайте контракт вы на сколько на год месяц прошел месяц прошу через три месяца вас поменяют прошло четыре скажем грубо 2 недели госпиталя ну сколько там проник 15 суток отпуск еще месяц 5 месяцев дальше 7 выживешь я не хочу обратно не хочу больше спрашивать тебя никто нет я понимаю что из прошли будут надо будет что-то сделать будет время подумать я не знаю я не хочу не знаю ну давай подумаем вместе так по сути десертироваться посадили сколько по пять лет по моему создают но я не хочу больше на войну чего не хочу вот всего этого я бы когда вот я даже не могу сформулировать как мне все трубой увидел труп один только не доделали не в тупом был ступор шок паника кажется все 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 вот это все что можно будет всего в один момент не напала ты же за этим сюда пришел для этого хотел дураком таким был все там так красиво расписывались это здесь совершенно все по-другому это совсем не то что рассказывает там абсолютный такая ложь я не верю я даже не знал что так будет я вот два и правда у меня был такой ступор 39 лет и день да я муху не обижу так ребенку сколько 18 плюнув с ним хочешь встретиться не хочу чего будет эпичное видео напишите в комментариях перед написанием в комментариях подставьте лайк почему я не хочу чтобы он сюда ты его спрашивать будут это понятно но я свое мнение высказываю я понимаю что высказываете свое мнение почему я не верю во что в то что вы мне рассказывать я не знаю к чему приведет сейчас этот разговор но отношу себя так пишут там хотят всякие интервью взять к экспертам по общению с военнопленными я не знаю я недаром сейчас сослался на 39 лет и на взрослого 18-летнего ребенка я понял почему вы мне рассказываете слова что вам как красиво вливали в уши а я в это не верю я не думал что правда все так будет я еще раз прошу сколько вам 39 вас смартфон был да не поверьте ни разу ни в какие интернет по этому поводу не заходил что происходит уже 15 месяцев 16 как вот говорят что идет и слова у нас по телевидению вот наша атакует но самое знаете странное было даже вот эта странность который я заметил даже не сподвигло посмотреть что да как на самом деле то что ни разу не было сказано в нашем телевидении о наших потерях хотя бы единичном случае не было этого не сказано ни разу не слышал вот это должно было сподвигнуть полазить по интернет посмотреть но почему-то нет не знаю вот тоже правду говорю а что вы знаете про потери здесь уже стали рассказано давайте там то что тут рассказывают эту тоже вы все и правда не знаю не понятно нет там на полигонах новой не рассказывали вот где приехали вместо дислокации 15 вот ну этот рассказывал что много потерь наш странного это сколько штук просто много очень много конкретно в цифры вам не вдавался рассказал про какой-то как его не к вам какой-то бассейн есть там чуть ли не под полтысячи наших лежала или лежит что-то такое но информация который дал какой бассейн я не знаю что за бассейн просто так обозначил место это это кто вам рассказал а коба командир взвода молодой парень с вами варьет 2 нет он уже был здесь ну и что как он умрует я не знаю что расскажите то что то что вот говорили я тоже информацию не полно как в максимальных деталях расскажите что он сказал что там какой-то бассейн стоит вот рядом этом это там где вы были но мне нет 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 лесопосадка где-то рядом с нами там десантники были в общем-то много этих потом засылали туда группу z они вытаскивались кучкой что-то смогли что-то вы точно тоже несет не получилось у них там вот такой рассказ но он рассказывал то что трупы двухсотых складывали в бассейн не то место там вроде как бассейн на самом деле есть просто рядом с ними рядом лесопосадка там внутри где бои где бои шли там валяются где лежали там лежали он не сваливали в кучу не имеется ввиду что скидывали в бассейн а просто как местоположение типа я понял нет то что трупов немерено по вашим ощущениям вот меня когда приняли хоть и закрытыми глазами вели по позиции соответствия их не вел мне говорят ну чё запах чуешь здесь полно валяется я раз а у меня хронический насмолк он то есть то нет то чуть-чуть в одном месте я учуя смрад разложений чем очень сильный это не от двух трех четырех даже такой там действительно с учетом того что ты на свежем воздухе там довольно таки много должно быть но я не видел не мог видеть потому что глаза у меня понял четыре дня что вы делали когда приехал когда приехали 15 числа хорошо 15 вот это был разбор сбор до 16 кто-то у нас пошел в наряд а нам принесли бумаги чтобы написать заявление то что не выплатили денежное удовольствие обещали зарплату 200 тысяч по 200 в итоге мне за июль про вместе не полный но все равно 8 700 пришло всего сколько 8700 рублей 737 8737 за пол месяца для чего к который приехал убивать за деньги это победа вот и принесли нам бумагу нам дали и сама написали аэропорта выплату вот так при заключении контракта не выплачивалась суммы зарплаты не в полном объеме еще что-то и сказали должностям который это был там 16 или 17 до ставили 16 первых двоих поставили в патруль но это по территории небольшая территории частного сектора ну раз два часа проходить просто ну там тихо спокойно было вот 18 отправили нас вместе с сапером как раз инженерка очень хорошо понимает там было еще взяли двое со второй роты и двое батальон связи надо было искать материал для гонгов для кого гонгов накатили пошли гонг это получается а лист ну при к тебе практически как ноутбук вот размер ну там 40 на 40 практически такой же нужно 5 до 10 быть толстый и либо уголки либо шевелера либо трубы ну тоже с толстым металлом обязательно вот его вбивают здесь лист уже висит это для тренировки снайперов надо было это вот 18 и вот за 12 ночи с пол сейчас ночью меня толкают говорит вас двоих это укротно вызывает мы пришли в его хоть не пришли на буханке нас довезли еще народ собирали вот его хозяйство он сказал укола как раз они двое старших были остальные но тут я тоже постарше назвали только молоды были по четыре дня которые он спросил у него кол ты все там доделал внутри угод нет не все осталось не много но он не учет на орал где рассказал надо все выполнять делать туда-сюда говорит завтра идешь наблюдаешь берешь одного из молодых я был и саша дак вот в итоге кул на меня показал ну не только вот увидеть сейчас сейчас ночь вот осащенную на 6 человек мы с утра выдвинули пол 3 пол 4 мы выдвинулись чуть-чуть опоздали ехали на буханке доехали мне такой до нуля потом все пешком пришли вот где четыре человека осталось вот через дорожный нас и внизу проход сквозной был они в четвером остались мы вдвоем пошли мы пробежали в той посадке не по посадке и обогнув очень быстро то потом валялась колеса проволока сразу заметили в посадку там было от прилета большая яма спрыгнули в неё кол сказал на час выйду посмотрю жди он выходит два метра не прошел крик слышь крик граната с огонь стреляют потом еще три гранаты и вот у меня вот это ничего не понял одну вот и заметила прям вот четко надо мной пролетел закоп хорошо пригнулся автомата на меня сдавайся я снял автомат вышел из окоп не сняли броню родейку указку аптечки посорвали оттащили в сторону в кусте обманайся что кармана было сюда стали личный номер тоже забрали крестик отдали на обратно крестик отдали серьезно ну замотали руки и глаза и все я в плену был подошли спросили говорить почему говорит вы так быстро добрались оттуда вот так ну и объяснил как это самое это наш заминирована как еще потом два плюс два складываешь понимаешь уже не просто так не ослышал но спросил ты все доделал видать он твой никто расходил потому что и группу туда он вел без карты и все просто шел как надо просто элементарный пример его за 200 до просто хочу почему сравнить когда меня из сама клещевки вашу сторону выводили до нуля все шли по картам не знали как идти ну ну карту включали чтобы посмотреть куда а этот всю дорогу четко вообще вот без карты шел вот так вы за полтора года не знали что происходит вообще рассказ по телевидению я не залазил мутер на сразу говорю телевидение смотрел с периодичностью вот новости говорили что там взяли там взяли потом в начале года свара была до ростова с вагнером то что он уйдет им патрон не дает вот это слышал потом то что в ростове случилось ну соответственно тоже слышал то что они беларусь ушли на сегодня кстати по телевизору вот по freedom он скажешь он подбили самолет с этим с пригожиным вот информация которая была вот получался телевидение сколько таких как вы еще надо убить я не знаю не могу ответ на этот вопрос я извините сейчас использую термин который типа нельзя использовать пыли притворяетесь или или что ну хотел использовать термин тупой ну вроде как не тупой полтора года идет война 200 там 60 тысяч или сколько там последний писали 159 чем-то ой 259 копеек ну 260 260 тысяч органов уже убита нам по проект вообще ничего у нас кому-то потерянет и все остальное а вы своей головой могли подумать ответить на вопрос а где же армия ваша если набирают всех подряд дедушек эпилептиков это уже когда контракт звучит потом когда уже здесь понятно стало красноречиво там не поверите вот просто даже не думал собой по телевизору сказали хорошо значит хорошо к зомбоящик напишите в комментариях какой категории пленных его можно а с чем вы пришли воевать за какие идеи с кем пришли воевать что вам рассказывали сейчас формулирует нас попробую жду будешь освобождать территории сказали что-то охранять выполнять приказы вот так вот был освобождать территории какие вот этого не сказано было ну как всегда вами приказали значит идешь это тупые но про допустим потом спрашивали но уже здесь вот видел здесь нацистов-бандеровцы нет не видел но про них не про них и не говорили я извините не знал то извините заказ пока что у меня бронхит просто логично июль месяц август месяц воде бронхит взял вышли на полигон это в кадамовском еще было это число наверно 23 не успели вернуться под ростом был ливень с городом промокли все насквозь сушиться негде вторая армия мира с конца после индейцев не хочу оскорблять индейцев но индейцев которые были 300 или там 500 лет назад или сколько их там было когда индейцы были да они сейчас есть просто они еще раскиданы больше в резервациях там живут резервация настоящие коренные жители америки я на самом деле то есть человек осознанно готов пойти умереть под соусом заработаю денег потому что жена и судимость но тут весь букет назовем это так две судимости претензии по финансам и типа легкие деньги потому что под рассказали но насколько нужно быть тупым я не стесняюсь использовать это слово чтобы не проверить вообще что-нибудь я по-прежнему ними не верю вам вы реально за полтора года не знали что происходит этого не может быть серьезно только по телевизору интернет в интернет не залазил один был один друг которым мобилизовали из близких вот он февраль я приезжал феврале месяца да да сейчас скажу 11 по моему приехал как сейчас помню довольно счастливы вот что-то стою охраняю ну там не артиллерии нет ни прилетов ничего то уж не все было хорошо и сладко шоколадно вот но как это до свободы дорвался конечно кидался всякой дряни потом под капельницы лежал остатку отпуску это нормально а вот он конкретно не говорил где конкретно был а есть с ним связь давайте его наберем он сейчас раненый был дома чем он раненый он потом под поехал обратно после отпуска его перед отъездом мы с другом шли его мам встретили ночью как жопу нога ранила два осколка было закончился кайф закончил но видать а вот рассказывали то что мобилизованные они вот как раз стояли вдалеке ничего не делали их начали на штурм пускать вот какое-то подразделение я не помню сказать раскладывать из 20 человек 19 больных оказалось в итоге по факту провели там какие-то серьезные заболевания пятерых остальных всех на передок отправили но сейчас как я понял вот нашу двигать но они же у нас инструкторами были эти мобики они говорят нас сейчас домой отправляют вот что вы делали будет мы не знаем вас ничего нет ни подготовки не то учитесь вот так ну ты научи хотя бы ничего не было но есть говорят что в россии вроде как в сентябре еще мобилизация должна вот то что он слышал но это все на уровне слуха но в каждом слушные я просто думаю сколько таких как вы очень много я думаю серьезно и даже вопрос не дослушали приблизительно понимаю к чему извините что перебил то не мне вообще тупо все напишите в комментариях организовываем встречу с отцом это сын с отцом 18 лет сейчас пойдет срочником он же не учится где москве где джунгал уварить он почему считать любит ну в школу на год раньше закончилась читать ли сам поступил на бесплатно я уже говорил десять раз обращался к вам на ты но спрошу еще раз а можно на ты к вам обращаться на конечно хотите познакомиться со студентом ему который шоу учился на стационаре журналист шоу на парт на пары и утром его выходя из метро забрали в военкомат и он сейчас плену 4 курс обалдеть стационаре я думал их не берут берут вождину студентов там студенты могу четвертый курс платной по-моему 150 тысяч семестр стоит не помню напишите в комментариях 150 тонн даже для мгу дешево не помню понять или месяц или семестр не помню так что все впереди мясо надо мясо неподготовленное мясо тупое мясо которое не будет задавать вопросы у которых вместо головы телевизор круглосуточные победы все идет хорошо все идет по плану деньги должны литься рекой как первый ваш мобик который приехал в феврале в сентябре могнулся октябрь ноябрь декабрь январь февраль пять месяцев не делая ни хрена получил миллион реально таких денег ему никогда не увидеть не заработать а тут на халяву за пять месяцев миллион конечно приехал на блудной козе до движевал весь король царь он быстро через три дня под капельницей он и бухнул и читает то ли нюхнул то ли так закинулся еще хотел на место повинчат пусть кашу весь кайф решил собрать и он лежал потом под капельницей всем приходил герой жизнь что вы знаете про такую организацию как фсб федеральная служба безопасности вышла из кгб грубо говоря вышла куда она вышла зачем но она типа приемницы комитета безопасности боятся и ты боишься опасаюсь даже сейчас вот грубо говоря обменяют начнут крутить вертеть так а что ты там сказала где ты сделала это самое почему зачем могут даже свои же посадить так просто мне кажется него ты показали эти обменные приехали еще и в господи повезли по-любому были сотрудники лиреем от прошу обратить на него внимание сергей это сотрудник фсб он правду рассказывают это но твои мнения я так думаю правда сядешь может быть и такой доволен чего честно говоря уже даже сейчас на такую прострацию падает честно отсюда падает ну прострации проснул дали туда падать не знаю нас выключает каши недоволен что люди за войну говорили там где дома все говорят наши молодцы так что клизить наши дает у кого там есть у мамы у кого-то я слышал кого-то сыновья тут находится но которым контракты кем будет тоже мобилизованы но лично есть закон ну наверно по телефону не все рассказывают просто они они гордятся все остальное фсб но такая структура не дады все боятся его нельзя сказать слово война хочу я не боюсь но вы граждане другого государства потому что мне насрать на них но что мама еще скажет не знаю захочет говорить или бы нас должна 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 предупредить ее про фсб можете предупреждать отклонен я набрала потому что она прослушала прослушала до воспроизведена просмотрена достанная нет я верю я вижу династики я вот я вот этого не ожидал от марию происходит не знаю фсб не фсб не знаю честно я не могу ничего сказать я сколько раз еще будем звонить не знаю называть число ну как есть такая поговорка бог любит троицу ну давайте один раз посмотрим то не мне все равно не я понимаю хоть 10 так а не но сейчас она на работу а нет она сейчас уносит недели работать сегодня выходной сегодня день независимости а в россии день день рабов не знаю давайте попробуем звонить на это будет вот взяла галя добрый день меня зовут дмитрий я журналист из украины ваш сын находится в плену вы это знали как это ваша сторона вы увидите нам привет вот ну значит интернет плохой такой не знаю там в квартире плохо ловит если телефон не поменялась старый очень плохой телефон еще не поменял старом или наладанных поэтому такой интернет да такой интер давайте тогда выключить видео видео но ты меня увидел это поняла что это я выключите видео выключите видео звук тормозит я сейчас перезвоню вам без видео нет это есть нет извините мама увидела можно сейчас сигарет да вы сейчас подождите сейчас будете с ними умреть зачем алё слышим если вы хотите если вы да не нажимайте ничего потупливать и телефоны мамы сейчас уже тоже наверное эмоции можно написать и сообщение что она взяла трубку ничего не брала сейчас позвоню на обычный мобильный без ватса чтобы фсб было удобно слушать не против я так даже продиктую не надо потому что надо будет вырезать мы соблюдаем законы по законам ваши персональные данные они могут стать достоянием общественности точнее не персональные данные номер телефона матери что же у вас там так все плохо не знаю а а а я вас слушаю о здрасте если вы хотите меня слышно если вы хотите поговорить со своим сыном которые находятся в плену вы должны дать согласие на записи публикацию беседы да можете подумать у вас есть 10 секунд 10 секунд 15 хорошо я согласна записывать запись беседы и публикация очень много и запись и публикация мне ударить хотите ну такие условия ютуба человек должен дать согласие на записи публикацию если вы не да поэтому я хочу записать эту беседу и опубликовать ее мне нужно ваше согласие чтобы вы потом не прислали жалобу тогда если вы не представляете можете согласиться и все если представляете можете не соглашаться и закончим разговор зачем мне записывать и не опубликовать я хочу смотрите смотрите все очень просто если вы хотите поговорить со своим сыном который находится в плену вы должны дать согласие на то что разговор вас с вашим сыном будет записан и опубликован на нашем youtube канале вам нужно сказать да я согласна или нет я не согласна я положу я положу трубку и все вроде логично и понятно но тут как бы все хорошо вы не говорите где вы находитесь и вы не говорите с кем вы находитесь мама одну секундочку к вам вопрос можно чтобы она не слышала ну что допустим она хочет сейчас ехать отдыхать а я чтоб она не ехала можно и сказать это да говорите что хотите мам привет как у тебя дела как речь мам смотри запоминай тебе надо будет обязательно пойти военкомат сказать что я нахожусь в плену потому что мои могут думать что я как без вести пропал и наш военком он просто обязан подать документы чтобы меня готовили к обмену чтобы все я в списках было вот это обязательно так как ты слабовато пробивная можешь с собой ольга евгеньевна взять вот с москвой как приедет не прям сгонять там что только такая напористая понятно вот да я немножко не догоняю я и интернет не догоняю ничего не догоняю вот просто если хочешь сейчас по запиши где-нибудь все отлично вот сколько времени это займет мам я не знаю это может занимать до полгода и больше поэтому просто военкоматереби постоянно чтобы унять список был чтоб я в списке чтобы у меня списке всероссийский подал что еще мам нормально я не ранен ничего немножко граната оглушил когда было и все а так я жив здоров все хорошо мам недавно да недавно пообедали нас обедом накормить все хорошо вот так что все хорошо все нормально вот занимайся военкомом вот как только так сразу мы там увидимся вот я даже не знаю что тебе еще сказать я не ожидал спустя четыре дня такое случится мам да я понимаю все успокойся нет со мной все хорошо все нормально я очень переживал за то что у тебя нет информации от меня мы как 18 с тобой поговорили всегда 18 все я не выходил на связь я думал что ты подумаешь я за это очень сильно переживал за твое здоровье вот все хорошо все нормально вот я говорил ну к военкома лучше иди сольги потому что они все-таки пробивная у него натура такая да и это вы что собираетесь ехать отдыхать да вот лучше никуда не ехать сдавайте билеты на даче занимаетесь чем-нибудь тут отдохните как-то так хочу не ехать она в крым собирался таха едят да сами разберутся теперь вот еще в крым не ехать да вот по телевизору говорят что будут обратно его забирать мало где собственно все хорошо был заберут ну да ну чтобы ее там не было не хочу попал чего в плен попадет понятник все тогда есть но я все что хотел сказал на связь выходить соответственно понимаешь не смогу до того как обмен состоится когда он будет я тоже не знаю но на военкомата да и на военкома все давай обнимаю тебя все хорошо это я понимаю все давай пока на вопросе подожди мам ответ на вопросы отвечу спасибо зачем вы сына отпустили на войну какие обстоятельства это я знаю алиментом это я знаю вот поэтому как бы тогда просто следующий логичный вопрос вы за деньги отправили убивать зачем почему его финансовые проблемы должны касаться нас украинцев если он нищеброды не может себе заработать денег почему он едет нас убивать почему хорошо я могу я могу утверждать что если бы его здесь убили то для себя бы вы отвечали на вопрос мой сын погиб за алименты а как бы вы отвечали а я отвечаю всегда так что должно случиться то случилось и каждый отвечает за свои поступки сам я понял вам похер на своего сына не желаю вам хорошего вечера мать которая говорит мне все равно что будет с моим сыном и мне неприятно разговаривать с человеком на самом деле мать мама меня любит просто нет так и так и так она вас не любит политика партии она вас не любит она два раза сказала что ей похер на тебя ну я понимаю почему можно чему я клоню нет я по я понял потому что я как нас вот нам такие вопросы дают то что вы пошли убивать в торгах я не посылал мог убивать она сказала что так жизнь заставила а меня да ну про алимент она сказала мать разве может отпустить своего сына в чужую страну моему что здесь так все плохо также как и я также как и другие сюда идут где-то вот мы не смотрели вот интернет это к тому же вот подтверждение то что вот телевизор что говорят мы как эти самые кто как я не знаю можно как как стадо который на привязи идет и боится своего этого пастуха паша гугуев говорил по голове про себя и своих по голове стадо может по-разному назвать стадо это более продвинутая и скорее сюда и наверно пошло это но если уж так в глубину веков ударяться давайте в россии в россии идет наверно с это запрещены ивана грозного где-то то дарас уже где-то плюс-минус ну где-то оттуда да у нас менталитет такой нам сказал это самый батюшка начальник господин хозяин байв мы как эти по голове ну да вот как плетью вот как и так вот я вот думаю я вот так сейчас и говорит мои мысли когда-то совершенно там не знаю давно недавно я с пленными говорил и просил доказать что он не раб докажи что камера почему я даже доказать если я раб своей страны у нас как этих там не на не раб конечно чуть по-другому рассказать как мы расходный материал для своей страны это понятно я про арабство то что мясо это понятно расходный материал араб у нас используют допустим вот просто пример объяснить разницу у нас нефти типа полно вот как саудовской аравии или эмират ну какая-то из стран тоже полно нефти но у них нет для своих жителей стоит копейки если у тебя есть ребенка он хочет учиться дают суду он его отправляют учиться в какой-нибудь ель ну за границу он получает отличное образование возвращается здесь если он приезжать хорошим дипломом ему сюда вот еще суду по очень небольшой про эмират это русская номер от я либо аравия либо эмираты и вот там они возвращаются в страну уже имеют свое дело или еще что то вот 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 когда как это как-то называется вот нефть газ блин забыл умное слово когда ресурсы идут именно для страны а у нас стране не так вот для верхушки как и сидит остальные вот так вот фигушки чё так да так всегда было все в россии был всегда так все с этим меряется очень редко когда что-то происходит в семнадцатом году это не из-за того что мы решили такие наши предки решили а это все было извне из вне россии все это сделано революция не нами опять-таки опять-таки не вами да я так и говорю вы на это не способны не способны кто-то нет вы поголовья которая сидит так я изначально вы спросили меня изначально это чай в крым лучше не не я посмотрела реально прикольная тема короче когда пленный маме говорит ты в крым-то нет потому что сейчас я проект не стану не ехать сиди дома один отдать не есть в крым а чуть не в крым вы сейчас назад заберете так хоть может поживет на люди посмотрит я дома сидит собака занимается на работу ходит сестра сейчас приехал пускай сестра вообще сегодня 24 день независимости до у вас день независимости в принципе вот все что на новости показали да про крым как наши высадились до высадились с 400 ликвидировали воде севастополя купил дать c300 еще по моему накрыли две штуки две или три по мне помню но но бегущий страх усваряну freedom смотрим постоянно вот как-то так поголовье поголовье рабов я нашел идеальную конструкцию поголовье рабов он умрет за алименты так ты меня обманул получать почему я же говорил про алимент говорил но ты не говорил что то не может найти работу не до рассказала нет вы спросите работу я погодил на поле покрываю я сказал ой марахет извините я понял я понял вас а что с работы плохо на самом деле не везде могут брать из-за судимости даже вот через центр занятости есть приходишь в вакансии есть приходишь ага какая и не охота никто бумажки вам туриц я пропустил момент почему ты работал на работе у тебя была куча бабок ты был вахтовик а это я не рассказал просто ну как-то другую тему перескочили они перескочили ты рассказывал нет мы не как получилось на своих слов или по командировкам да вот я не мы куда-то на другую тему ушли ли мы не ушли мы никуда ты рассказывал как последние командировки у тебя были мы с каменой сказал да вот вот получилось мы с каменой вот нас 70 человек потом уволили чего а дело в том что еще 90 ходил гарантии занимался чем если ты есть командировку да вот получается ты смотрел стоит 11000 ты его пишешь в отчете 17 но это мошенничество чтобы покрывать ту сумму то что месяц нет дома зарплату платил стандартный чуть выше коэффициент ставил столько ну что ты здесь находишь когда вот на суточных также не на суточных на гостиничных в общем гостиницу как она тебе сказано максимально 3 200 сутки в гостинице снимали там ну когда вдвоем втроем смотря зависит от объема это квартиру жили в не месяц отчитывали чеки подделали кого-то в гостинице жили но это чтобы вот деньги были все вот один из парней так получилось это самую пассивники помню спалился его в милицию взяли и на сутки стали закрывать утром должны были забрать но вечером все документы забрали к этому дежурному одному из зашел друг а он у бы повец экономической безопасности взял флешку поставил ну просто посмотрите на флешки профессионально наверно нет опушки а там программ тоже незаконно что взять флешечку и установить естественно интернет смотрит на же россии говорим поголовья рубах да ну вот а там все это будет программа касса как билеты сделаны это сделано кажется ты чтоб чек можно было я понял на чеки а нет счет фактуры нет чеки нет эти выписки в электронном виде которому распечатали просто а чек чтобы был на сумму мог было вот такая гладкая вот делать через принтер которых то понял ну и что он был капитан сейчас подполковник ну вот это уже раскрыл схему до раскрыл причем схем это она с 90 слона и вот нас вот сейчас не посудили кому-то условку дали как вот не успел еще еще дать дальше не всех обсудили не не всех осудили 70 это же не меняешься да вот но это когда-то будет еще неизвестно когда будет вот причем это было все из 90-х из года в год шло то это шоу государственное предприятие уже давно нет но государство любому на него но нормальные виды имеет не вида влияние но как бы она о холдинг компании хорошо уволили во 70 человек стал ты шоу сразу резко нищим нет не сразу ну так ты вроде бы как завидный специалист в этих моторах разбираешься на завидах сколько ушло на маленький город в городе больше дизеле не было контора дизель сервис кто-то познакомился дали к официально устроился на постоянку вот а так пару раз ну вы брали на командировку но там хорошие деньги надолго хватало но честно говоря после вот этого деньги были расслабился сам виноват забухал до забухал вообще нет лица был такое потом правду понять все ли не спустил практически единственное все 400000 не там чуть побольше было пскова не помпится чем-то я тупо паще угадал короче когда это 60 не отчетом того что я не знаю каких промежутках времени идет речь а это чуть и называется у вас журналистки чеки но вот маме отдал денег чтобы не было проблем с коммуналкой вот ну прям прикинул сколько ну на на год вперед отдал там все равно оплачула на их евреи проще и прям отдал 100000 не 70 нет 120 я дал что я вас пока остальное лежит не за что не отдавай когда когда все совсем плохо будет тогда мне это словно чем-то ну а дальше моим же больным ну а так потом перебивался разными зарплатами где-то умудрялся подольше поработать где-то поменьше все по-разному последнее место работы было он сам и пешник андрей и он занимался как провис а вот все что предоставлял наемных рабочих и мы работали на ау седрус это сухие строительные смеси не что-то там смесил на большом счету смесь делают этим как ну грузчик ней ну там грузчик тоже упаковщик потому что идет разнорабочий даже так тяжело признать грузчик после ремонта дверей по традиции у нас военно-пленный обращаются к своим землякам что-нибудь сказать если хочет да конечно если хоть да конечно хочу уважаемые сограждане россияне то что нам рассказывает там зомби ящик все остальное говорят руководство еще что-то вы не верьте если даже сейчас не можете поверить мне сойдите в интернет только не вот который на наши стандарты стну ресурсы зайдите найдите пожалуйста интернет-портал на ютюбе есть такой free дом посмотрите его смотри разницу на самом деле нас жестоко обманут от ада я вообще практически во всем них не верьте на слов просто возьмите посмотрите залезьте в интернет не будет не поленитесь не будьте дебилом как я зайдите посмотрите сравнить информацию включите голову проснитесь наверное это все что я могу вам сказать если хочешь отвечу на какой-нибудь вопрос но мне только один вопрос я получил ответ вопрос ником лайк подписка проверить подписку потому что что-то сейчас опять youtube начал чудить и в комментариях напишите сколько еще таких таких доволен я доволен что маму спокойно исчезли то и все равно на тебя ну я понимаю ты хочешь покурить да вот сейчас после разговора с вами руки трусились да но я вам показывал видать из-за съемки я не знаю что ты мне показаны это видео я и шо мне все сейчас на прав смогли позвонить с учетом того какая репутация у командир от который по званию рядовой командир роты по званию или довольно ну первым словом не может мне первые слова его были я сирию прошел ливии чечню ну и тут когда он с нами знакомился вот там он знакомство было да я вас это если не будете слушать мы про прогибал ты понятно а вот на скалом когда вышли на яму кто-то поехал значит не поехал не просто не значит что-то никто я командир роты это все пытался выловить который нас вез ну тоже мобик позывная белка водитель урала он приехал говнище начал вот так чуть встречную форму цепанул но улетел в там немножко приложил один из наших сел довез вот он его пытался куда свалил пока найти не мог за четыре дня не нашел еще пока я там был вот а афоник который какой-то не помню чем накосорезил он просто он только с выхода пришел утром он его в обед обратно отправил его в наказание типа да но так всегда вот что славянина тоже командир зоны пацаны если аргун сказал выходим утром надо выходить либо ночью пораньше или попозже лишь к обеду никогда не выходи в то время какое он указывает чего ну гайд всегда хрень какая-то происходит ну вот мы с ним вышли в как каком время указано просто здесь командир был здесь не переиграешь вот кто победит знаете сейчас сижу дома договорились бы по-мирному и все разошлись бы сторонами вы бы обратно все все забрали как будто ничего и не было и все же я не погибал я не знаешь по то что мы просто увидел такое ощущение что вы потому что как вы более как сейчас попробую формулировать фразу более компактно что более ответственно подходит у нас просто какой-то просто вот засылает как пушечные мясо всего шутер пацанов что он с которым сидел в этом сдал пока и вот эти все приехали а у него ранение в спину и спину в бок в таз и вообще скале обкуренный комбат говорит иди туда сиди жди чего сидеть ждать вот без кого просто такие руководители нет их нормальных походу убедить от того что мы компактнее невозможно не они не компакт не хотят сказать вы более не знаю как пытаюсь от слова подобрать все какие слова не вроде близки но не совсем подходят более ответственно что более собраны до собраны там там много таких вот слов от эпитетов очень сильно похожих но не все как бы это их наверное много наговорить она в одно что-то придет кто-то в плен взял так кто имеется ввиду не количество кто правый сектор азов нет парни простым потом они меня когда связали и покурить дали и попить дали ну а просили по комнату очень их интересовал почему именно этот участок мы очень быстро прошли потому что когда выходили устал птичка а этот говорит я парадеке мы вышел это наша выходить и она была не наш не понял у наших была ваша родейка нет нет птичка была ваша вот мы не выходили сказали этом че стоите он будет идите . он якобы парадеке вышел говорит эта птичка нас сидеть смело а тут там наш птичка вот чем был дело у вас вообще были дровы где наша бригада в ново-луганском стоит у нас всего три коптершки все молодые на когда мы были на полигоне нам рассказывали кто-то 200 кто-то 300 пацанов не осталось просто нормально число которое по телевизору говорят правдивая с вашей стороны 200 мне кажется больше но почему-то как вот по рассказам то что причем не достают ничего на вам в обвине я думаю правдивый но почему-то больше кажется больше 200 я думаю думаю больше а сейчас вот они какую тему ввели скрытый новый все вкус скрытым из мобилизации типа на сборы фигуры контракт под руку если мы валаш когда были нас подписывал 33 человека контракт ну один день офицеры хоть не инвестируктора которые отсюда пришли по ранениям там но они просто контролировали ну порядок и тоже ходили пиши два года круче будет никто и правда два года писали прописи ну просто на автомате даже вот это было на блин а вот на камеру скажешь тоже внимательней что мной в принципе когда все подписываешь надо внимательно читать ты выживаешь 7 месяцев я хочу здесь спокойно получится пока да ну когда будет спокойным атмосфера скажем так ну спокойно в смысле него то здесь не спокойно надо придумать как и же какие-то условия для разложила обоюдного контракта только какие вот я инвалидность ну типа того потому что допустим когда я свой контракт увольнялся не увольняли вообще если по разрыву контракта делали как платили от 30 до 50 все зависит от окончания срока контракта и контракт разорву по кому-то ты виноват в своей страны косяк вот так это был южного или он стоит порешать по медицине вообще не так идите я не знаю есть и в неделе я тебе говорю тоже говорят пленные когда я с ними разговаривать миллион пять месяцев типа да типа протянул 7 8 месяцев потом миллион 800 тысяч отдал и порешал тебя списали но опять надо уходить больничка наверно спокойно к этому относятся не знаю я тоже не знаю но это опять у кого уходить что боишься да я сказал поставить сам начальник сговора же был это сразу и сказал опасаюсь у вас страна окончена ты тут в плену можешь делать и говорить больше чем у себя там согласен почему-то но я же говорил как происходил поголовье сказал стадо вот у нас как-то вот это поголовье это слово паши ну да я сказал что это как бы сам мир то она впитана уже в менталитет скажем так вот это вот этих начальство боятся на работах тоже шок советского союза особенно же кстати тиктокеров видел на тикток вообще не смотрю абсолютно имеется ввиду ахмад чай ахмад нет не видел не видел первого нет для этого давным-давно видел но и сейчас нет не видел а давным-давно это когда айцам они у нас короче есть это аэродром приезжать прыгать они где-то в подмосковье были приезжать прошу поправить но они по городу купили тусили так нормально красивые все бородки упорные все такие но я так крайне глаза виделась особо не не вдавалось подробно они это ничего такого беспредела не сделали в городе они были всего сутки были то всего сутки рассказать они кстати ну получается где-то где я я проходил но это я все рассказывал также сказали где там несколько проходов таких ездят они сидят там ночью взять кадры вот возьмите пример его ему не было или уже было 18 он где-то на пороге он убил российского солдата есть видео раньше было по крайней мере него не признает город так он герой россии потому что поголовье можно резать и тебе за это ничего не будет если ты из правильного клана и Продолжение следует...